Всем привет! И вы давно у меня просили делать разбор на девочках, которые занимаются очень активно фитнесом. У меня есть знакомая, которая готовила фитнес-бикини, и сейчас мы разберем основные ошибки, которые допускаются девчонками при забитых передних поверхностях бедра и задней поверхности бедра. Поехали! Упражнение курица. Часто используем мы для того, чтобы растянуть квадрицепс, да, и немножко подвздошно-поясничные мышцы. Что мы видим изначально? У Кати очень даже неплохо получается. Поднимь, пожалуйста, левую руку наверх. У нее есть большое пространство между ягодицами, между поясничным отделом и полом. Что в этом случае? В этом случае тянется очень хорошо вот здесь, у тебя здесь тянется? Ну, не тянется здесь, здесь не тянется? Что мы делаем? Катя поднимается, руки ставят в упор сзади, в упор сзади, далеко, еще. Под таз подкладываем пару сантиметров кубика, поднимай таз. Оп, 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 опускается. И Катя максимально далеко уводит руки назад. Тем самым мы выравниваем линию поясничного отдела, и подвздошно-поясничная мышца у нас удлиняется. То есть подвздошные кости Катя берет на себя, к ребрам, вот так, и вытягивает очень сильно мышцу бедра. Скажи, тебе сейчас тянется вот здесь? Слушай, дайте. Или вот здесь только? Нет, вот чуть-чуть. Вот. Чем больше вы будете собирать... Нет, чуть-чуть поближе. Чем больше вы будете собирать пресс в себя, подвздошными костями будете тянуться к ребрам, тем больше у вас будет движение именно в подвздошно-поясничной мышце. Теперь Катя будет, подворачивая таз, вырастать с кубиков. Вот. Можешь подбородок опустить на себя, чтобы не напрягать его шейный отдел. Да. Еще. Отлично. Да. И еще. Таких можно делать 8 раз, это будет амплитудно-небольшой диапазон, но при этом будет включаться как раз то, что нам надо. Теперь Катя поднесет руки чуть поближе к стопам и будет выходить в положение верблюд, это мостик на коленях, и мы будем четко видеть, как у нее будет разгибаться подвздошно-поясничная. То есть это второй этап. И медленно опускаемся вниз. И еще вперед. И вниз. Такие упражнения намного эффективнее, чем статическое положение в позе курицы, потому что здесь работает мышца на удлинение на каждый счет. То есть она удлиняется и сокращается путем передвижения тел в пространстве. Следующее у нас будет упражнение, это растяжка задней поверхности бедра. Очень много упражнений на нее я даю в целом, но многие мне говорят, что у них не хватает натяжения. То есть они не чувствуют натяжения, не чувствуют там что-то другое, но не то, что надо. Сейчас мы проведем эксперимент на Кате. Давай, одну ногу в бабочку, вторую руками захватываем за пятку и вытягиваем. При этом посмотрите, у Кати достаточно актуальное положение спины, то есть она сидит на седалищных буграх, спина у нее ровная и нога натянута. Что тебе тянет? Икроножная. У Кати тянется икроножная мышца за счет того, что у нее сокращена стопа. Катя, возьмись, пожалуйста, за голень, за щекотку. Что тебе сейчас тянет? Ничего. Сейчас Катя ничего не тянет, и это обусловлено тем, что у Кати очень сильные мышцы, а руки не такие сильные, чтобы притянуть ногу. Притяни побольше. Тянет? Вот так тянет. Вот нам надо либо очень сильно напрячь руки, что как бы испортит эффект от растяжки задней поверхности бедра, либо прибегнуть к другим методам. И сейчас мы пойдем к стене. Мы ставим ногу опорную на стену. Ваша задача поставить ногу на стену, но поставить таким образом, чтобы сохранить вот здесь вот вертикаль. Кате еще надо чуть-чуть больше пододвинуть руки к опоре. И здесь очень важно наклониться к ноге. Не животом упереться в ногу, а именно всю, весь корпус положить на голень. И тогда, тогда ты чувствуешь натяжение? Угу, вот тогда. И вот тогда Катя чувствует натяжение. Но здесь очень важно сохранять две седалищные кости на полу. Да, две седалищные кости. Разворачивай на... вот так. Тянется? Да, очень. Вот когда у вас две седалищные кости на полу, у вас идет вращение наружу суставов, и, соответственно, натягивается очень хорошо задняя поверхность бедра. Вот такой небольшой лайфхак. Следующее упражнение у нас будет глубокий выпад, и мы посмотрим, что и как работает одновременно задняя поверхность бедра и передняя поверхность бедра в упрощенном варианте, не в продольном шпагате. И это будет у нас глубокий выпад. Встаем в глубокий выпад. Напоминаю, что перпендикуляр передней ноги должен сохраняться. То есть голень смотреть должно точно вниз. Колено свободное лежать. И теперь мы с вами будем работать с бедром. Что здесь происходит? У Кати подвздошные кости немножко разворачиваются по диагонали. Это нормально, потому что в удобном положении идет разворот, чтобы происесть ниже. Но для того, чтобы растянуть очень хорошо подвздошно-поясничную мышцу, мы делаем следующий образ. Мы ставим руки на одну линию перед ногой. Опускаемся. И начинаем вращать, заворачивать таз для того, чтобы растянуть подвздошно-поясничную. То есть мы уходим на внешнюю сторону бедра. Вот таким образом. И возвращаемся. Еще уходим во внешнюю. И возвращаемся. То есть в статике навряд ли вы добьетесь положения, когда вам будет тянуть подвздошно-поясничную мышцу. Только если согнув колено, голень сзади. Мы с вами встаем, не с вами, а с Катей, встаем на локте. Мы просаживаемся максимально и начинаем работать ногой, которая находится у нас в опоре на стопе. Мы уводим ее на внешнее ребро стопы через мизинец и возвращаем на место. То есть мы уже работаем другим суставом. Таким образом мы воздействуем и на подвздошно-поясничную, потому что у нас получается одна линия корпуса и ноги. И работаем с второй ногой, уводя ее в наружную ротацию. Вот таким вот образом. И немножечко начинаем проседать ягодицами вниз. Мы вытягиваем колено опорное, настоим стопу на пятку. Ой, господи, стопу на носок. И начинаем медленно проседать и подниматься наверх. Медленно проседать и подниматься наверх. Ты чувствуешь натяжение вот здесь? А вот здесь? Ага, ну это ягодичная твоя. Еще. Отлично. Мы оставьемся с вами на колени, вытягиваем носочек опорный. Вытягиваем, вытягиваем, наоборот. Остаемся на колени, вытягиваем, расслабляем. И руки ставим вперед. Мы вперед максимально далеко. Да. Все, лоб вниз. И отдыхаем. Вот такая статичная поза. Возможно в нескольких вариациях и на 8 счетов. Сейчас у нас будет с вами продольный шпагат. И мы видим типичную ошибку, когда колено смотрит в сторону, да, и очень сильно развернуто бедро. То есть мы заваливаемся с вами на переднюю поверхность, на переднюю ногу, на заднюю поверхность бедра. В этом случае у нас вообще не задействованы подвздошно-поясничные квадрицепс. Это основная проблема девчонок, которые занимаются фитнесом, потому что их сильные мышцы бедра не дают возможности эластично завернуть бедра. Что мы делаем в этом случае? Мы сейчас будем пробовать опору положить под переднее бедро. Садимся опять в продольный шпагат. У нас не меняется ничего, потому что у Кати очень сильная передняя поверхность бедра и таз остается развернутым. В этом случае мы тогда прибегаем к внешним силам, которые нам помогают. Это будет стена опора. Встаем, Катя, идем к опоре. Сзади стоящую ногу мы кладем с вами перпендикулярно на стену. Вторую ногу мы выводим точно по одноименному плечу. Она не должна смотреть в сторону. Вы должны поставить руки и почувствовать, что у вас колено на одноименную грудь направлено. Переднее колено у нас будет с вами согнутое. Руки вы должны поставить максимально близко к тазу сзади. То есть ваши лопатки должны находиться на ягодицах назад. Если у вас нет таких приспособлений, берите стулья и кладите руки на стулья. Наша задача, чтобы лопатки были соединены и вес центр тяжести приходился на ягодицы. Таким образом вы просаживаетесь, глубокий вдох наверх и на выдохе вы просаживаетесь вниз. Это должно быть на четыре счета. Снова глубокий вдох и просаживаетесь вниз, выдох. Вы это должны делать с чувством и чуть-чуть заворачивая таз. То есть должны подвздошные кости вращаться. На последнем счете, в последнем разе, в четвертом, вы останавливаетесь и фиксируете внизу положение. Держим. Раз. Два. Три. Вот сейчас у нас очень хорошо подвздошные кости выходят вперед. Шесть. И в этом положении, не меняя положение таза, мы давим пяткой вперед. Давим пяткой вперед. Не заворачивай, не заворачивай. Да, чуть-чуть. Вот. И на этом положении мы застреваем и держим. У нас очень хорошо растягивается передняя поверхность бедра, подвздошка. И, естественно, мы чувствуем переднюю ногу, заднюю поверхность бедра. Мы с вами закончили урок по разбору ошибок. Это были типичные ошибки по растяжке основных групп. Я благодарю Катю за то, что она присутствовала на этой тренировке и наглядно вам показала, как это может быть, а как это надо сделать. И я была рада вас видеть. Если вам нравится, комментируйте, ставьте лайк и обязательно переходите на Катю.